Этнический, традиционный или современный не имеет значения, ведь 29 апреля ежегодно отмечается Международный день всех стилей танца, и карантин не причина отмены праздника, даже такого подвижного, как этот. Суть праздника — это объединение всех танцевальных направлений как единой формы искусства, а сам день танца — повод для ее чествования. Учредили праздник решениям ЮНЕСКО в 1982 году. 29 апреля, как дату празднования, назначил Петр Гусев — хореограф и танцовщик. Но вернемся в наши дни, а именно в дни, не совсем позволяющие посещать общественные места, где можно было бы от души наплясаться или посетить любимые танцевальные занятия. Но, как говорится, главное — желание. Танцевальная студия Злотникова продолжает вести занятия в режиме онлайн. А ее художественный руководитель и директор и по совместительству муж и жена Сергея Ионора Злотниковы рассказали о том, что модно танцевать в этом году, каково преподавать на удаленке и какие танцы дома танцевать правильно. Анура Сергеевич, здравствуйте! Поздравляем вас с международным днем танцев! Здравствуйте! Спасибо огромное! Здравствуйте! Спасибо! Первый вопрос. Какие виды танца наиболее популярны в 2020 году, на ваш взгляд, среди молодежи и поколения постарше? Те, что танцуют в тиктоке? Все верно. На самом деле, молодежь увлекает современными стилями и танцами. Это хип-хоп в основном, дэнс-холл. И вы это можете определить по соцсетям, которые выливают большой поток информации именно разных стилей танцев. А стало ли сложнее преподавать в условиях карантина? Да, на самом деле, несколько сложно, сколько стало совершенно по-другому, так как преподавая онлайн, ты не можешь вживую подойти к своему ученику, сделать ему замечание, исправить его. Ну, это тоже новый этап развития. Почему бы и нет? Мы стараемся. Ну, самое важное – это ощущение вот это, которое сейчас дается людям немного подумать, начать развиваться над собой, потому что у тебя появляется еще какое-то время не проводить его с учениками, а проводить именно с собой и получать новые знания и раздавать их. А что вы посоветуете нашим телезрителям, которые сегодня вынуждены оставаться дома? Какие виды танца, чтобы поддерживать себя в форме? И как правильно это нужно делать? Сейчас немного стало сложнее, так как у нас появилось больше домашних забот, мы стали больше с семьей проводить времени, появился дополнительный домашний быт, может быть, даже. Но, несмотря на это, конечно, хотелось бы пожелать тем, чтобы люди могли найти в себе силы для того, чтобы держать себя в тонусе. А какой это будет вид танца, это совершенно неважно. Включайте громкую музыку, любимую музыку, танцуйте. И что может быть еще веселее? Да, я думаю, что нужно отвлекаться от иногда суеты, которая создается, или, может быть, бывает, и сейчас большой поток негативной информации, и люди некоторые замыкаются и тому подобное. Чтобы это все скрасилось, мне кажется, посвящать себя только искусству. Вывод прост. Танцевать дома можно любой танец. От нездержанного хип-хопа до народных. Что касается национальных танцев, стоит напомнить, что межправительственный комитет ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия включил хорезомский танец Лязги в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества в ходе 14-й сессии комитета 12 декабря в Колумбии. Для этого танца характерны движения на полусогнутых ногах, тряска плечами и руками, со звенящими колокольчиками, закрепленными на запястьях. Родившийся на земле харизма танец отражает через движение звуки и явления окружающей природы, чувства любви и счастья, и теперь известен во многих странах мира. Ведь у танца есть способность преодолевать все политические, культурные и географические границы и объединять людей во имя дружбы и мира. Субтитры создавал DimaTorzok